Всем привет! Меня зовут Олеся, добро пожаловать на мой канал! Я вас приглашаю сегодня поболтать про новую косметику и про новые кисточки. Ко мне доехали как старинки косметики, но все еще актуальные, все еще интересные. Так и самые свежие новинки, которые только-только объявились в магазинах. Но самое главное, что всю эту косметику и эти кисточки объединяет мое страстное желание все это попробовать. Не все купить, но все попробовать. Дело в том, что, например, тональный крем ко мне приехал в составе коробочки, которую ко мне отправила моя подруга. И уже спустя пару дней этот тон от меня уедет. И речь идет о тональном креме от Сисли. Я его не решалась сама покупать, потому что, конечно, он очень дорогой. И даже со скидками прямо сейчас его продают, по-моему, за 4,5 тысяч рублей. И, конечно, без затеста покупать, ну такое. Это, конечно, не лямер по цене, но очень дорого. И на скидках можно купить целых 2 тональных крема, тоже от люксовых брендов, вместо одного такого от Сисли. Он называется Фитотен Ультра Экла. И будет ли мне грустно его отправлять своему обладателю, своей реальной хозяйке, или мне будет весело и легко его отпускать, я вам расскажу в конце этого ролика. Дело в том, что я сегодня буду его как тестировать впервые на камеру и поделюсь своими первыми выводами и впечатлениями. Так и расскажу вам свое финальное мнение в конце этого ролика, потому что я этот ролик снимала несколько дней. И я его уже так основательно поносила в течение 4 дней. Тональный крем заявлен без масел в составе. Long lasting, то есть долгоиграющий, очень устойчивым он заявлен. В его составе нет простых спиртов. И как будто по описанию он должен круто работать на жирной коже. Ну, потому что без масел. Это довольно свежий тон, да, он не 2020 года, но, по-моему, он вышел в 2019 году. Он был представлен 14 оттенками, у меня один из самых светлых. У меня оттенок, по-моему, ванильно-бежевый, это 0 с плюсом. Очень красивый визуально, очень приятный тактильно. И, в общем, скоро я буду носить его на лицо и рассказывать, что я о нем думаю. Самая-самая свежая новинка, самая актуальная и самая желанная, это, конечно, бронзер от Гуччи. И я его уже дважды упоминала на своем канале в числе своих оттелок. Потому что, как только я увидела, когда его анонсировали, его вот такую крышку, невероятно красивую цвета Тиффани, я ее сразу возжелала всеми фибрами своей души. Даже больше крышку, чем содержимое. На самом деле, меня мало интересовало то, что там внутри, сколько сама коробочка меня привлекала. Это такая рифленая шкатулочка. К сожалению, на момент, когда я снимаю этот ролик, 0 первого оттенка на сайте магазина ЦУМ больше нет. Но я уверена, что он там объявится, потому что он слишком живой ажиотаж вызвал среди бьюти-голиков. И сейчас там доступны от второго, по-моему, по пятой оттенки. Но вы смотрите, потому что они появляются. Итак, у меня 0 первого оттенка. Это матовый бронзер, которым я еще пока не пользовалась. И вот прямо сейчас я планирую нанести его себе на лицо. Когда он ко мне приехал, я даже немножко опешила, потому что я его открывала на улице. И при свете солнечном он казался очень розовым. Он выглядел довольно необычно, словно кто-то перепутал и положил мне туда румяна, а не бронзер. Но я поняла, что он по-другому смотрится, например, в комнатном освещении. Или когда темно. То есть он меняет свой оттенок. Он очень интересный, такой какой-то хамелеонистый. И определенно это сложный оттенок. И мне кажется, что это единственный оттенок, который может подойти не загорелому лицу. Потому что если вы загорелый человек, то вполне вероятно, вы еще можете попробовать на себе второй и третий оттенки. Потому что дальше они уже очень насыщенные. Я пока только наносила его на палец, и мне уже понравилась его текстура. Он шелковистый, он мягкий. Он, правда, выглядит матовым и даже глухоматовым. Вот и посмотрим, как он себя поведет. Потому что, как правило, глухие матовые бронзеры у меня поднимают немножко пушок на лице. Да, я не брею лицо. По крайней мере, не делаю это последних несколько месяцев. И мне интересно, как он себя поведет. Еще сегодня у меня будет палетка теней. Я о ней уже упоминала. И это палетка от Пэт Маград. И не смотрите на то, что она такая грязная. Вам придется поверить не на слово, что еще утром, до того, как я делала этот мейк, она была чистой. Но, во-первых, она внешне заляпывается. И я даже решила не стирать это и показать вам, как оно есть на самом деле. Но самое главное... Так, не ту взяла палетку. Как она выглядит изнутри. А она выглядит не очень. Потому что она тоже ужасно грязная. И это первая такая у меня палетка-замарашка из четырех, которые я пробовала из семейства Пэт. Потому что я пробовала две розы. Одна из которых самая свежая и последняя. Если вы пропустили, то где-то здесь сверху всплывает подсказка. Первую розу я пробовала. Синяя палетка у меня есть, которую я сейчас по ошибке взяла в руки. И вот, пожалуйста, я пробую четвертую. И ни одна из тех предыдущих не была такой грязной после каждого мейка, как вот эта. Еще у меня сегодня три новых карандаша, которые использованы как раз в этом макияже. На верхние слизистые я наносила черный карандаш Каял от Vivienne Sabo. На нижние слизистые и в качестве подложки под синий оттенок я сегодня наносила вот этот синий карандаш от Vivienne Sabo. Что же касается этих карандашей, то они ко мне приехали в составе подарочной коробки из интернет-магазина Белорис.ру. И в этой коробке посмотрите, какое большое количество бюджетных кистей. И что самое примечательное, день рождения у Белорис.ру, а подарки получаю я. Я, конечно, поздравляю ребят с наступающим днем рождения, который будет завтра, 7 августа. И в честь которого сейчас на сайте беспрецедентные скидки до 90%. Там вы можете найти как белорусские марки косметики, так и кисти, бюджетные марки косметики, уход в том числе и профессиональный. Я, конечно, желаю ребятам расширять ассортимент, поддерживать высокое качество обслуживания и наращивать темпы и улучшать обслуживание своих клиентов. Конечно, я также призываю вас, моих зрителей, поучаствовать в розыгрыше ВКонтакте, где 7 августа будет разыгрываться подарочный сертификат. Кроме того, при покупке от 2,5 тысяч рублей можно рассчитывать на подарочные бонусы, в дальнейшем которые можно будет использовать при покупке косметики. Также зрителям моего канала предоставляется промокод, он не аффилированный, он дает возможность на 10% скидки на те товары, которые не являются хитами или на те товары, на которые нет скидок. И я с большим удовольствием об этом рассказываю. Это не рекламная интеграция, за нее мне не платили деньги. Но я благодарна ребятам за плодотворное и длительное сотрудничество, потому что зачастую косметика, которую они мне предоставляют, самая свежая и актуальная из бюджетных марок, еще даже не появилась на официальных сайтах, но уже представлена на сайте интернет-магазина Белорис.ру. И, конечно, это здорово обогащает контент моего канала, за что ребятам большое спасибо. Итак, кисти. Здесь бюджетные кисти трех марок. Первая марка мною очень любима. Это Эко Туз. И зачастую я покупаю кисти в Эко Туз, либо в маленьких наборах, по две, например, кисточки, либо отдельные какие-то кисти. Потому что я глубоко убеждена, что все-таки кисти, которые собраны в набор, они там как бы не случайно. Некоторые, возможно, не продаются, и их нужно сбыть. В общем, практически все наборы я в этом подозреваю. И я решила заказать вот таких два набора. Один, по-моему, для лица, а второй исключительно для глаз. Для того, чтобы посмотреть, какое количество кистей здесь будет рабочим. Итак, первый набор называется Daily Defined Eye. И из этого набора я уже успела потестировать абсолютно все кисточки. Я их помыла и назад сюда вставила. Итак, кисточки здесь очень большие, которые в серединке, которые в центре. Они правда огромные, и вначале они меня сильно-сильно смутили. И я могу вам сказать, что они рабочие, и они потрясающе красиво тушуют тени в дым, но только когда вам нужно финально что-то додушевать. Они в этом смысле очень сильно похожи на кисточку от Sony G, которая у меня относительно недавно появилась. Вот в частности, вот эта здоровенная такая лопата. Эти кисточки, что вот это, что вот это, не годятся для того, чтобы рисовать, например, форму глаза. Они для этого слишком здоровенные. Что касается маленьких кисточек, то они мне понравились. Например, вот такая вот с длинным кончиком сегодня участвовала в моем мейке, я потом ее почистила, для того, чтобы растягивать карандаш. Наверное, с самой неудобной все-таки кисточкой, в том числе даже для финального тушевания, я признала вот такую скошенную. И мои выводы относительно этого набора. Из пяти этих кистей для меня четыре кисточки оказались рабочими. Вторая упаковка кистей EcoTools. Блин, здесь они, правда, уже выпали. Здесь две кисточки для глаз. Набор называется Start the Day Beautifully. И обе кисточки, в принципе, неплохи. Вот это подходит для финального дотушевывания, так же, как и из того набора, который я показала, большая кисть. Вторая кисточка, в принципе, не такая большая и мохнатая, чтобы нельзя было ею прорисовать складку века при большом неподвижном веке. К сожалению, при маленьких глазах обе вот эти кисточки растушевочные не будут работать. Что касается кисточки скошенной, она довольно широкая и неудобная для оформления бровей. И годится она только для того, чтобы растушевать карандаш вдоль ресничного края. Я это практикую. Мне понравилась кисточка именно для этого. Но она совершенно не подходит для того, чтобы рисовать стрелки либо оформлять ею брови. Поэтому, если у вас есть такой вот, ну, скажем, для нее функционал, она сработает нормально. Если нет, то кисточка это тоже минус. Вот этой кисточкой очень неудобно пользоваться. Я так поняла, что она для контуринга. Я пробовала даже вчера сделать ею кремовый контуринг. Она делает достаточно резкие, жесткие и узкие полоски на щеках, которые приходится дотушевывать другой кистью. То есть, получается, ты портишь сразу две кисточки, а мог бы воспользоваться только одной. Для меня кисточка оказалась бесполезной. Кисти и котул закончились, а дальше пойдут белорусские кисти. Мне ужасные хотелось попробовать давно, когда они вышли, по-моему, в прошлом году. И я заказала вот такую кисточку Рюи Про маленькую. На них никаких опознавательных знаков здесь нет. Нельзя найти название кисти, нумерацию. В данном случае это мультифункциональная кисточка в размере S. Она мне не очень понравилась для сыпучих текстур. По-моему, это натуральный ворс козы, если я не ошибаюсь. А не понравилась она потому, что она довольно плотно кладет средства и может поставить пятно такая кисточка. Но она прекрасно работает с кремовыми текстурами. И вот вчера в аккурат именно этой кисточкой я додушевывала то, что нанесла вот этой кисточкой. Я не стала снимать это на камеру, вам придется поверить мне на слово. И в этом смысле она работает неплохо. Но меня смущает, что уже после двух помывок этой кисти из нее начали выпадать волоски. Вернее так, они выпадали изначально, я их просто достала, которые вываливались. Но они не прекратили это делать ни после первой помывки, ни после второй. Не знаю, не знаю. Если она будет так, эта кисточка, линять, то для меня это совершенно не рабочий вариант. Следующая кисточка. Это кисть большая, тоже Рилуи Про, мультифункциональная, и она болеет той же самой болезнью. Из нее также выпадают волоски. Вот я прямо сейчас провожу, и посмотрите, сколько летит волос. На самом деле кисточка эта сама клевая по форме. Она очень похожа на Зоева мою кисть, и я на нее возлагала большие надежды. Но мне не нравится, когда остаются волосы на поверхности лица, и она плохо собрана. Чуть-чуть она покалывает, но не трагично. На самом деле, если сравнивать эту кисточку, вот как раз Зоева, которую я принесла для сравнения, то Зоева не мягче, совершенно не мягче. Зоева, по-моему, вообще из смешанного ворса. Здесь синтетический и ворс козы. Совершенно мне не понравилась кисточка от Рилуи Про. Вот такая плоская, это номер 5. Я ее помыла, не буду доставать, я туда ее засунула. И из нее мало того, что лезут волоски, причем их много-много-много, так она еще какая-то и несуразная в работе. Больше всего меня, конечно, вымораживает количество волосков, которые из нее вывалилось. И вообще у меня сложилось впечатление, что вот эти все кисточки от Рилуи, они недолговечные. Они мне не понравились. Дальше. Дальше я буду хвалить кисточки от Люкс Визаж. Вернее, одну единственную. Я купила на пробу кисточку, по-моему, под номером 7. Она мне очень понравилась. Очень. Во-первых, из нее не лезет ни одного волоска. Никогда я ее уже дважды помыла, никогда она ко мне только-только приехала. Во-вторых, она небольшая по размеру и очень удобная для небольших глаз. При всем уважении к эко-тулс, ну, просто какого-то невероятного размера, там вот эти вот кисти. Здесь она маленькая и удобная для работы со складкой века. Она отлично тушует. И блестящий хромированный феррул мне нравится больше, чем просто черный феррул. В общем, кисточка зачетная. И за такие деньги я ее советую покупать, потому что себе я, наверное, куплю еще пару-тройку таких штучек. По-моему, по-моему, это все. По факту кисточки эко-тулс хороши. Кисточки от Ривуи Про, ну, так себе, на троечку. И замечательная, потрясающая кисточка на пятерку от бренда Люкс Визаж. Ну, а сейчас я нам предлагаю нанести бронзер на лицо. Он рыхлый, на поверхности остается большое количество крошек. И я забыла сегодня поставить зеркало. Я вобью часть средства себе в руку и нанесу это все на лицо. Он теплый и чуть-чуть в розовинку. Вы знаете, на лице бронзер пахнет достаточно явно. Сильнее, чем когда я его здесь нюхала. Ну, правда. Очень яркий аромат. Ну, как бы на любителя. Ну, да. Это нечто среднее между румянами и бронзером. Мне кажется, что он подойдет действительно очень многим светлокожим людям, особенно, наверное, на зимней коже. Сейчас для меня это, скорее, наверное, румяна, но довольно симпатичные, теплые, приятные. В общем, бронзер тушуется легко, пятен не ставит. По характеристикам он прикольный. А вот по оттенку, наверное, мне стоит немножечко к нему привыкнуть. Но в целом результат меня устраивает. Он хороший, он красивый. Это не холодный нейтральный бронзер, например, как у Nars. Ну, знаменитый, вагуна. Нет, это теплый, приятный, с небольшим добавлением верблюжьей шерсти бронзер. Ну что, начнем с тонального крема. Упаковка мне ужасно нравится, потому что она такая лаконичная, маленькая, симпатичная, хотя здесь стандартные 30 мл. Слушайте, ну до чего миленькая упаковка и напоминает мне, наверное, тон от Guerlain прошлого года. Он тоже такой весь обтекаемый. Там, правда, форма более футуристичная, но здесь все равно тоже прикольная. И мне нравится, что он такой маленький, плюс стекло, плюс дозатор. По крайней мере, это в моем представлении правильная упаковка для люксовой тональной основы, потому что сейчас они все повадились упаковывать их либо в пластиковые тубы, либо еще в что-нибудь подобное. А здесь, мне кажется, и достаточно легкая упаковка, и лаконичная, маленькая, и в то же время достаточно люксовая. Полное название фитотен ультраэкла, что означает светящаяся тональная основа, она жидкая. Я ее поэтому хорошенечко так взболтаю. Из интересных компонентов это экстракты растений, которые заявлены увлажняющими. И здесь минеральный комплекс на основе цинка, магния, силики. Здесь есть титаниум диоксид, но он, наверное, здесь содержится в качестве именно красителя, потому что на упаковке я нигде не вижу, чтобы был заявлен солнцезащитный фактор. Ну, наверное, без солнцезащитного фактора. Но меня это не парит, потому что у меня на лице уже есть санскрин. Так, что я делаю? Я трясу спонжик. Я буду наносить спонжиком это дело, и здесь оттенок 0 с плюсом. То ли возраст, то ли оттенок. Но судя по тому, что здесь внизу написано ваниль, это, наверное, все-таки оттенок, а не то, что на младенцев можно наносить. И это самый светлый. Вот это меня немножко смущает, потому что лето, и я загорелая. Я наношу на руку, но я не скажу, что это самый светлый тон, на самом деле. Но вы тоже видите, да, как он выглядит. Он немножечко такой текучий, но прям не льется рекой, потому что есть тональный гораздо более жидкий, а он, знаете, такой вот как бы пластичный. И я его наношу. Я его наношу, ну, распределяя, потому что я не хочу его потом растягивать по лицу, чтобы не сдвинуть санскрин. Запах. Запах слабый, какой-то растительный. Спиртов в составе я простых не увидела. Мне очень нравится, как это выглядит. А самое, знаете, что интересно, она совершенно не светлая. Ну, в смысле, она светлая, но не белесая. Чего можно было бы ожидать от оттенка 0+. Мне нравится этот оттенок, но я бы даже на лето взяла бы, может быть, на 1 тонн потемнее. И, пожалуй, все. То есть никакие там все остальные, а там заявлено в линейке как бы не 14 оттенков, мне точно бы не подошли. И я вообще не представляю, кому такая тональная основа подойдет на зиму. Потому что люди все белеют, зеленеют, синеют. В зимний-холодный период. Безумно круто она смотрится, немножечко бликует, не пахнет. Я ее не ощущаю. Но она немножечко увлажняющая, но она не стягивает, она не лежит жирно на лице. Слушайте, пока мне приятно, пока мне нравится. А дальше мы посмотрим. Я уже за кадром, наверное, быстренько припудрюсь вот этой пудрой Peach Perfect, которая Too Faced. И будем красить глаза. Теперь сложная задача. Дело в том, что у меня палетка темная, насыщенная и вечерняя. Вы только гляньте на вот это все великолепие. А мне нужно сегодня накраситься так, чтобы я могла еще выйти, так сказать, в люди, потому что лето как бы на улице, потому что мы сегодня едем на море. И, конечно же, конечно же, я вам покажу чуть дальше макияж с вот этим черным блестящим оттенком. Потому что я насмотрелась у всех макияжей с новой палеткой, которая cremated от Jeffree Star, и загорелась сделать нечто подобное. Но сегодня, сегодня нужен социально приемлемый макияж. Так, я возьму кисточку от Morphe. Нет, не возьму. Нефиг такую плебейскую кисть брать под такую дорогущую палетку. Я наберу вот этот все-таки бронзовый оттенок, который сатиновый. И я его нанесу в складку. Я не фанат закладывать форму такими сатиновыми оттенками. Но у меня сегодня без вариантов. Потому что я хочу только ею одной накраситься. Уж не знаю, насколько это реализуемо. Ну, да, можно. Посмотрите, неплохой получается оттенок. Даже он довольно насыщенный. То есть это, конечно, палетка на всякие особенные случаи, на выходы и т.д. и т.п. Ну, начну, наверное, с уголка или закончу. Возьму, наконец, вот этот темный матовый. Хочу нанести его прям совсем маленечко. Потому что не хочу сильно-сильно темнить с этим мейком. А здесь высока вероятность натемнить. Я даже, наверное, не буду трогать сегодня черный. Да. Но он прекрасно тушуется. Вы знаете, я не люблю вот самые темные такие, темно-коричневые, баклажановые. За возможность их либо пятнить, либо, наоборот, застывать на месте и вообще никуда не двигаться. Ну, вот чем мне нравятся вот эти вот тени матовые от ПЭД, которые я уже успела попробовать. Они чудно абсолютно втушевываются в предыдущий. Ну, смотрите, какой градиент. Мягкий и быстрый. Так, теперь нужно украшать чем-то макияж. Поскольку у меня сегодня такой летний, веселый и позитивный, то предлагаю взять вот этот самый красивый доохром. И пишите мне, что я не молодец, что опять беру розовый или даже розово-персиковый или даже розово-золотой. Мне нужно все тени использовать. Я обязательно покажу и с другими оттенками мейки. На самом деле он выглядит сейчас на моих веках, этот оттенок, холодным розовым. То есть эта палетка, несмотря на то, что вот при определенном угле зрения может показаться очень сильно теплой, но только при определенном угле зрения. Она либо нейтральная, либо даже холодная. Ну, смотрите, какой розовый. Очень красивый. И вот эти вот желтые блестки в нем, они, конечно, хороши, но особого тепла они не добавляют, потому что вот этот розовый, он сиренево-розовый. Если честно, я совершенно не возражаю, потому что по большому счету меня манил в этой палетке конкретно этот оттенок. Ну, настолько мне его хотелось. Холодный, красивый мейк, но с переливом в желтый. Это настолько странно смотрится, когда сам по себе оттенок холодный, а переходит он в желтый. И этот дуахром, он рабочий, потому что есть у ПЭД дуахромы, которые не так-то сильно дуахромят на моих веках. Опять же, из-за анатомии им нужно место, где рефлексировать. А у меня тут место с гульки нос. Как бы я ни поднимала брови, а я все время этим занимаюсь, но здесь не приходится никаких дополнительных усилий прилагать. Он сам по себе хорошо светится. Что теперь делать? Макияж получится простенький и быстренький. Я предлагаю нанести вот этот сатиновый, приятный очень такой маслянистый на ощупь оттенок в уголок глаза вот сюда. И я наношу. Предложила самой себе, как хорошо, мы легко договариваемся. И наношу. Ну, он приятненький, но не более того. Ничего прям выдающегося в нем нет. Единственное, что мне хочется совершить какую-нибудь хулиганскую диверсию и с какой-то целью вот этот зеленоватый оттенок нанести, нанести куда-нибудь его нанести. А куда его здесь нанесешь? Ну, слушайте, ну что делать? Он такой красивый. Ладно, а если я вот сюда маленечко? Ну, немножечко вот так вот сделаю. Зачем я это делаю? Мне просто хочется его куда-нибудь притулить. Настолько он красивый, все лучшее сразу хочется. Ну да, он выглядит странновато. Потому что что? Потому что красный и зеленый. Ну, колорист я, конечно, от бога, но ничего не могла с собой поделать. Настолько это красиво. Мейк сразу стал очень странным, очень неожиданным. И я, наверное, чтобы испортить окончательно всю эту историю, наберу пальцем вот эту слюду. Вот такие слюдяные оттенки в палетках от Pet мне ужасно нравятся, потому что они украшают любой мейк. Но здесь мне он почему-то не нравится на ощупь. Он ужасно сухой и такой, знаете, песочный. А здесь он прям какой-то сухой и хлопьями. Какая-то фигня. Так, и вот сюда, и вот сюда. И что это было? Так, теперь приступаем к нижнему веку. Я накрасила себе слизистую карандашиком. А нижнее веко я предлагаю, в общем, тоже оформить незатейливо. Возьму все тот же вот этот вот холодный бронзовый оттенок. Я не знаю, почему я его называю бронзовым. Это скорее просто коричневый, но только сатиновый. Но я не знаю, зачем я его называю бронзовым. По-моему, от бронзы в нем ничего нет. Бронза это все-таки и рыжинка, и желтинка. Я только сейчас сама сообразила, что он не бронзовый. Вот, наношу я его. Тушуется прекрасно, как мы уже с вами выяснили. И вот так затемняю свой мейк. Слушайте, все равно получается, как бы я ни старалась, он достаточно насыщенным и темным. А еще я вижу, что все-таки вот этот отлив зеленый на центре моего века меня ничуть не радует. Поэтому я наберу все-таки оттенок изначальный, который у меня занимал большую поверхность века. И свои художества я просто перекрою. Я думаю, что должно получиться. Но выходит? Да, да, другое дело. Нет, вот эти оттенки не стоит совмещать друг с другом. Он очень красивый, но он не очень сильно красиво смотрится в соседстве с вот этим. Смотрятся они странно. Ну, вот сейчас вот так получается. Симпатично. Симпатично и темно. Под бровь нужно нанести какой-нибудь светлый. Из светлых здесь только вот этот сатиновый. И я, пожалуй, им и воспользуюсь. Все-таки взяла я кисточку от Morphe. И вот таким вот образом я его распределю. Не люблю я, как уже многократно говорила, сатиновыми оттенками тушевать под бровью. Но других здесь в этом смысле нет. Я, знаете, что поняла, когда делала свочи, сегодня свочи делала заранее, что вот эти две палетки, та, которая была у меня, такая синенькая, и вот эта новая, что они очень близки друг к другу по характеру, по смыслу. Что эти палетки круто друг с другом комбинируются. И, наверное, они взаимно дополняют друг друга, за исключением только двух черных, которые и там, и там одинаковые. Ну и все, наверное. Один вот этот светло-лимонно-желтый можно комбинировать с вот этим темно-зеленым-желтым. Синие тоже будут отлично друг друга дополнять. Что еще? Ну вот этот фиолетовый, я надеюсь, очень сильно красивый на веках, потому что есть у меня к нему вопросики после того, как я сделала свочи на руке. Вот в этой палетке будет, как мне кажется, неплохо гармонировать с вот этим. Ну, в общем, есть тут определенные пересечения, и они обе не теплые. Поэтому я думаю, я думаю, что их нужно пользовать вместе. Здесь, тем более, есть вот такой вот, смотрите, среднетоновый бежевый. Почему мне так нравится эта палетка? Она настолько самодостаточная. Здесь можно делать разные абсолютно комбинации, но форму здесь закладывать можно и для более темной кожи вот этим оттенком, и для более светлым вот этим оттенком. И вот этот можно взять. И вот этот фиолетовый отлично растушевать тоже в складку. В мейке будут все холодные, но палетка абсолютно не нуждается ни в чьей поддержке. Слушайте, ну накрасила верхние ресницы, наклеила уголки, и смотрю на свой мейк, и думаю, боже мой, какую скуку я сотворила на своих глазах такой яркой, сочной палеткой. Это просто непростительно. Ну, правда, это такая скукотища. Плюс глаза смотрятся какими-то уставшими, но не мудрено, потому что кожа, она все-таки загорела, и плюс вот эти холодные коричневые, которые не добавляют свежести. И я подумала, что если все-таки взять еще какой-нибудь оттенок, затылить на нижнее веко, дабы добавить изюм у этой всей истории, потому что, ну, просто грусть, тоска, печаль. Спрашивается, какого рожна было покупать такую дорогущую палетку, если результат получается такой, ну, такой обычный. Так, я все пытаюсь достать кисточку для того, чтобы немножечко этот мейк, не знаю, украсивить. И, может быть, я возьму вот этот все-таки зеленый, который мне покоя определенно не дает. И что я с ним сделаю? Сюда, что ли, я нанесу его? Боже мой, что мне делать? Как мне быть? Я вдруг настолько растерялась. Она, знаете, какая-то такая палетка, вроде бы и нарядная, и красивая, но настолько какая-то она непонятная с одной стороны. Так, все-таки, может, зеленым. Ну, ладно, блин, была, не была. Вот сюда нанесу вот этот вот золотисто-зеленый. Слушайте, какой он красивый. Так, знаете, что еще пришло в голову? Здесь же вот такой есть оттенок фуксийный. И я его попробую тоже вот сюда куда-нибудь притулить, потому что этот розовый должен, по идее, с ним красиво сочетаться, который на подвижном веке. Слушайте, он сатиновый, но он как бы даже не ярче, чем вот этот запеченный оттенок. Вот я его просто, смотрите, прикладываю. О, какой он красивый! Кто бы мог подумать? Вот, вот. Мне нравится то, что получилось. Да, довольно крипово, странновато, но все равно хорошо. Я на этом эту часть закончу. И давайте делать другой макияж. Я думаю, сделаем черные смоки с блестящим черным оттенком. Он такой искрящийся. Думаю, будет красиво. Други мои, несмотря на то, что я планировала вам показывать поэтапно, как я выполнила этот макияж с муки айс, к несчастью вмешался сосед с дрелью, или к счастью, я даже не знаю. И в этом противостоянии я со смуки айс и сосед с дрелью победили ребята со счетом 10-0. Поэтому я просто буду вам рассказывать, как это получилось. В принципе, получилось достаточно быстро, потому что на самом деле стоило только создать форму, воспользоваться подложкой какой-нибудь под черные тени, для того, чтобы получился такой достаточно вырвиглазный и довольно спорный на самом деле макияж для неконтрастной внешности. Использовалась я сегодня в качестве подложки карандашами. Двумя. И я нарочно их взяла для сравнения, для того, чтобы вам потом рассказать, как оно было, так сказать. Итак, первый карандаш это Vivienne Sabo, который ко мне приехал, и который я презентовала в начале этого ролика. Черный. Я его носила на этот глаз. Он мне вполне понравился. Вы знаете, это именно каял. Он тянется, потом он застывает и практически недвижим. Ну, в моем случае он недвижим, наверное, практически минут 10-15. А потом он начинает потихонечку растворяться под выделяющимся себумом. А на второй глаз я наносила карандаш от Yves Saint Laurent, который многократно ругала за то, что он сам по себе размазывается и растягивается. Но после беседы Наталины, когда мы делали совместный ролик, я поняла его прелесть именно в качестве подложки под смоки. И вы знаете, они совершенно друг другу не уступали. Что вот этот тянулся, что вот этот. Но мне показалось, что вот этот намного все-таки более стойкий, карандаш от Vivienne Sabo, чем от Yves Saint Laurent. Но, к сожалению, если наносить вот этот, который от Vivienne Sabo, на слизистую, то может быть неприятно глазам. Дальше. Я же выполняла сегодня этот макияж разными тенями. Я не дошла до главного. Я решила, что у меня есть нечто подобное, блестящее черное, что я могу нанести на подвижное веко. И тут я вспомнила про эту легендарную палетку от Tati. И я нашла этот черный оттенок. Я вам сейчас его покажу. Вот он. Который я использовала сегодня вот на этом глазу. И вы знаете, он такой искрящийся, он такой яркий. Но у него, очевидно, знаете, такой асфальтовый подтон. Есть какая-то в нем синюшность. С одной стороны, это вроде бы как и красиво. Но с другой, это именно уходит в серость. Опять привет, Джеффри. Но нас же больше интересует черный из палетки Пэт Маград, который на правом моем глазу. Так вот, я вам скажу, что он эту битву проиграл. Причем по всем фронтам. Во-первых, он мне менее нравится по текстуре. Он более сухой. И его приходится чуть-чуть наслаивать больше, чем тот оттенок из Tati. Потому что у Tati он достаточно такой жирный, густой и маслянистый. Здесь он посуше. И он, конечно, яркий сам по себе. Но ровно до той поры, пока ты его не сравниваешь. И также он кажется довольно блестящим. Там много таких сверкающих частичек. Но опять же, пока ты не наносишь рядом этот оттенок из палетки Tati. Вот уж не думала, что придет момент, когда я буду хвалить какие-то тени из палетки Tati. Хотя в целом палетка мне не нравится. Но черный, надо сказать, там невероятно крутой. Другое дело, что мне хотелось именно черный искрящийся. И в этом смысле, опять же, Пэт выигрывает, потому что он черный. Там же он выглядит черным. Но на деле это такой темный, стальной-асфальтовый оттенок. Свой сегодняшний макияж, как я уже и сказала в начале этого ролика, я выполняла при помощи этих двух палеток. Но если синяя палетка, я называть ее буду так, из-за одного вот этого синего рефила. Вполне самодостаточная. И вполне подходящая людям с разными оттенками кожи. Потому что есть оттенок посветлее для светлокожих. Есть оттенок матовый потемнее для более темной кожи. Либо для загорелой кожи. Здесь есть довольно светлые шиммерные оттенки, запеченные текстуры. Это и этот, и вот этот оттенок. Да и этот тоже, в принципе, он довольно повседневный. То, в отличие от этой палетки, которая, в общем, открыла для меня сказочный мир тени Пэт Маград. Эта палетка, безусловно, гораздо более праздничная, темная и менее вариабельная. Вот эта палетка классно дополняет ту палетку. Но сама по себе, ну, она довольно спорная. И это явно такая украшалка и игрулька. И я бы не советовала начинать знакомство с тенями Пэт Маград именно с этой палетки. Я думаю, что если бы я сама вначале купила именно ее, то я бы вообще не поняла, об чем тут, собственно, речь. И чего все в таком восторге. Я уверена, что я была бы разочарована. Но сейчас я уже знаю, что, во-первых, вот этот глиттер не такой противный и мучнистый в других палетках, как здесь. И, конечно, мне особенно обидно, учитывая, насколько мне понравился именно такой отсек украшалка в палетках Divine Rose 1 и Divine Rose 2. Во-вторых, вот этот оттенок, хотя он очень красивый, безусловно, и классно рефлексирует на веки, при свете обычного солнечного дня, больше на мне уходит именно в розовый, нежели показывает свою доохромную природу. В-третьих, вот этот оттенок, он на серой базе. Тушевать его не рекомендуется, потому что вылазит некрасивая, неприглядная серость, и его нужно через какие-то транзитные оттенки в таком случае уводить в кожу. Мне кажется, что он отлично сработает в графике. Я делала макияж графичный с вот этим потрясающим, невероятным зелено-золотым оттенком и получила огромное количество комплиментов. И для меня именно этот оттенок стал звездой вообще всей палитры. И даже оправданием для ее наличия в моей коллекции. Вот этот оттенок, хотя вроде с одной стороны как бы доохромный, но с другой стороны, опять же, его доохромистость видна больше на больших веках. То есть вот этот оттенок, он показывает переливы, переходы от одного к другому, только когда место позволяет. Если места, как у меня, мало, то оттенок, безусловно, сказочно красиво искрится, но на веках он выглядит искрящимся синим. И доохромная природа чуть-чуть видна при повороте головы, когда сидишь напротив кольцевой лампы. Но поверьте, этой доохромистости не видно, когда ты находишься, например, просто днем на улице. Либо ему нужен яркий солнечный свет, и ты прям стоишь ослепленный солнцем, либо нужна яркая электрическая лампа. Во всех остальных случаях никто даже и не сообразит, что это доохром. Все, конечно, сообразят, что это красивый, безусловно, оттенок. Возможно, будут спрашивать, что за оттенок, но я все-таки рассчитывала на то, что он будет доохромить. И сравнивая его, например, рядом с Бернович, могу сказать, что Бернович не нужно большого количества века, чтобы раскрыться во всей красе. Да, там текстура другая, здесь текстура запеченная, более плотная, теней хватит на куда большее количество времени, безусловно. Но если хочется вот прям блистать-блистать, я предпочту более искрящийся доохром. Ну, вот как-то так. Все равно они мне все нравятся, все равно, за исключением одного вот этого, потому что для меня это паршивая овца. Но даже этот оттенок я научилась укращать. Поскольку здесь такая текстура теней, позволяющая использовать как влажным способом эти тени на веках, так и сухим. Но, по большому счету, все тени можно использовать и тем, и другим способом. В данном случае это еще и оправдано. Вот этот мучнистый оттенок под влиянием Max Fix Plus или под воздействием моего от Urban Decay спрея превращается в гораздо более мягкий, искрящийся и покладистый. И вот именно таким образом я его сегодня наносила на внутренние уголки. Правда, он немножечко там потускнел, но, справедливости ради, у меня в уголках глаз практически все оттенки тускнеют. Про черный оттенок я вам рассказала. Все-таки он проиграл битву оттенку Tati. Да, сам оттенок мне нравится больше, но текстура меньше. Очень-очень красивый и необычный вот этот оттенок, наверное, Magento, да, можно его назвать. И он оказался гораздо более даже эффектным, чем, например, предположим, вот этот Duochrome. Я его нанесла совсем немножко в своем первом макияже, но в дальнейшем я наносила его полностью на подвижное веко. И, боже мой, как он фантастически круто смотрится. Даже я, человек, который равнодушен в целом вот к такой гамме, ну, оказалась плененной. Что же касается сатиновых оттенков из этой палитры, то они хорошие, но вполне себе банальные, особенно именно по оттенкам. Они приятные по текстуре, они масляные, они покладистые, с ними все хорошо. Но я не знаю, куда вот этот оттенок использовать, ну, разве на все подвижное веко, но в таких спокойных, наверное, офисных макияжах, потому что он слишком темный, чтобы им там что-то там растушевывать. Вот этот коричневый, он не держится в качестве формообразующего, потому что на стыке подвижного и неподвижных век, даже на самой крутой моей базе, почему-то этот оттенок дважды повел себя не очень. Он тускнеет, он бледнеет, иногда даже подскатывается. Ну и, наконец, тональный крем. Тональный крем я несколько дней относила и убедилась в том, что он сильно темнеет на моей коже. Первоначально, когда его наносишь, он гораздо светлее, а потом то ли подстраивается, это очень удобная сейчас формулировка, то ли он окисляется. Определенно, что более темные оттенки не подойдут подавляющему большинству людей. Это раз. Второе, это тот тональный крем, который потихонечку как бы стирается без границы краев на лице. Особенно в тех местах, до которых человек касается. В моем случае, конечно, это крылья носа, это где-то вот здесь у рта. У меня к концу дня крылья носа оставались вообще без тона. Я не помню, чтобы я их трогала. То есть, тон туда не заваливался, но он как бы стирался. Но при этом он уходит достаточно аккуратно, очень деликатно. Поэтому я даже затрудняюсь поставить ему оценку, потому что мне кажется, он заслуживает уважения. Он не ощутим на коже, он смотрится натурально и естественно. Но я опять же поняла, что все-таки мне не хватает его покрытия. И если первый раз, когда я носила его на лицо и наслаивала, я называла этот тон довольно кроющим. И считала, что у него средняя степень покрытия. То сейчас я больше склоняюсь к тому, что у него, наверное, слабая степень покрытия. И я все-таки ценю тона пластичный, а он как раз такой. Его можно разнести мгновение ока. Но все-таки стойкость у этого тонального крема заявлена выше средней. А на самом деле она вполне себе банальная и обычная. С другой стороны, я не знаю, что лучше. Когда тон закатывается и отсваивается от лица, либо потихонечку то ли пропадает, то ли впитывается. Не знаю, что здесь происходит. Не знаю, что хуже, что лучше. В любом случае, летняя кожа, она, конечно, очень большое испытание для любого тонального крема. Ну а дальше, дальше помады. Я купила два оттенка, вот таких вот, от бренда Bobby Brown. В течение этого ролика я уже неоднократно красила губы вот этой помадой, потому что она съедается, впитывается. Она совершенно нестойкая. Она наиприятнейшая. Муссом ложится на губы. Не сушит губы. Она абсолютно невероятно красивый оттенок. Но и близко здесь нет никакой стойкости. Это обычная кремовая помада. Не с сияющим даже финишем. Финиш здесь такой вполне себе обычный. Ну, поблескивает немножко, как обычная стандартная классическая помада из пули. Поэтому я вообще не поняла, чем тут восторгаться. Красивые оттенки? Да, бесспорно. Но ни стойкости особой, ни блеска особого. Не знаю, не знаю. Я очень разочарована. И если бы я знала, что так помада будет себя вести, я бы два оттенка бы точно не покупала. На этом я заканчиваю сегодняшний обзор. Я надеюсь, что вам было интересно. Я надеюсь, что вы почерпнули что-то полезное из этого ролика. Пожалуйста, поставьте палец вверх, либо палец вниз оценивая этот ролик. Это очень для меня важно. И, конечно, я буду рада перепосту в социальных сетях. Я вас жду внизу в комментариях. И увидимся в другом ролике. Пока!